Субтитры делал DimaTorzok Там же не оказывают ни медицинскую помощь вообще Давайте это прокомментируем Сепар отказывают врачи, вообще ничего не хотят делать Тюремный врач, благодаря нашей бывшей девочке, которая была задержана на скорой помощи, которую выпустили Она как-то в Харьков передала медикаменты, благодарны очень ей все за этот счет Я с себя золото протопнула в Харьковском СБУ, чтобы пацанов курить было у наших Вот так вот мы выживали, ну как могли, делились всем необходимым между собой И мы верили, что мы будем дома Хотя многие из нас в Краматорске когда катовали на аэродроме, в ямах, на цепях Ну убивали, я женщина, каждый проходящий УКР, который проходил Когда нашел удостоверение ДНР, по голове бил и говорил Сучка сепаратистская, ты кормила их тварь Ну вот такое вот Уничтожали пацанов, там много в ямах еще сидит Просто людей, о которых никто не знает Нечеловеческие условия Нечеловеческие условия в Изюме на подвалах потом держат А потом только на СБУ Статьи у меняют непонятные Мне у меняли 528-ю, до 8 лет Финансовая допомога сепаратистам, террористам Мы террористы, мы твари Ну вот такое вот все Ну честно сказать, мы не думали, что мы будем живые То есть вас били? Меня били И стязали? Муж вообще в ДНР не был, он помогал на фонде продукты принимать Вот бывший украинский военный, заслуженный летчик Так вы же тоже невооруженный человек? Невооруженный На кухне работал? Нет, не на кухне, в гуманитарном фонде В гуманитарном фонде? Чем занимались, скажите, пожалуйста? Гуманитарный батальон Губарева, приказ номер 35, город Енакиево Председатель гуманитарного фонда Я собирала Алла Андреевна А как где? Белоусова Я собирала продукты, возила на Славянство Семенов Ну как бы, говорят, ополченцам возила Да, возила Там еще флешку нашли, где мы с вами на митинге И я рядом с вами сфотографировалась Ах, сучка, ты там Ну все Насиловать хотели, вот есть свидетель, которому меня предлагали насиловать Чтобы его выпустили Есть даже такие свидетели Ну у меня сахарный диабет, конечно, меня не кормили А если что-то я умудрялась, какой-то кусок хлеба Я мужу отдавала, потому что он слабил меня духом Поэтому вот так вот Ну это жесть, это жесть У меня лицо было после аэродрома, язвами покрыто Меня еле, как бы, помогли, пролечили Ну на Харьковском СБУ дежурные, вот которые стоят на кориду Они как-то стараются нас немножко понимать, чувствуются нормальные отношения Все остальные это просто жесть Там люди просто более-менее Там люди просто более-менее Пытают, мучают, избивают И это не исключения какие-то Это обычные отношения В национальной гвардии, вот мы говорим сегодня о национальной гвардии Так называемой Вот это все происходит А какая это гвардия, если я везла товара, у меня свой магазин Гена Киева Когда Укра окружили город, я старалась вывезти товар, обналичить, чтобы пацанам сигареты покупать хотя бы ДНРовцам своим Меня ограбили реально, полностью ограбили Машина загруженная на 250 тысяч Бантиков детских, игрушек мягких, заколочек Это что, нацгвардия, которая нас защищать пришла, да мы их боимся Дороги пустые Они насилуют девчонок Вот сколько я встречалась, насилуют на глазах у людей девчонок Мы хотим создать свою группу АТО, которые были в плену И предъявлять им, потому что так не должно быть Безнаказанными они не могут быть Они у людей на 30 тысяч евро и машину забрали, все забрали За что? Это защитники? Какую группу вы хотите создать? Подробно, пожалуйста Не поняла Вы хотите создать группу, наоборот, поддержки? Группа поддержки пленных, которые были в плену, которые им хотят предъявить иски Они за все должны платить За то, что они у нас забрали, за то, что они пришли на нашу землю За то, что они уничтожают нашу друг другу За то, что они уничтожают наших детей, женщин Они за все нам должны заплатить А куда вы будете эти иски направлять? Ну будем что-то думать, решать Я человек необразованный, но думаю, что мне помогут Ну кадрами мы поможем И на самом деле очень много юристов, которые войдут в эту группу И мы будем подавать иски во все суды Иски о геноциде, об издевательствах, о нечеловеческом отношении в плену А эти люди это военнопленные, к ним должно быть соответствующее отношение Соответственно, эта группа, она будет заниматься правовой защитой И деятельностью по взыманию компенсации за физический и моральный ущерб Спасибо Знаете, я когда в больницу Калинина зашла к Укровскому пленному Вот попросила просто конвой запустить меня к нему Я 10 минут с ним говорила В итоге достала сигарету и протянула Говорю, я вышла с плена На тебе сигарету У него ноги нет На, покури Я тебе даю сигарету Потому что мы не такие звери, как вы Он заплакал Мы не умеем быть зверми, как они Они пытки Вот одного мальчика привязали к колесу вертолета Из Краматорска до СБУ его протянули Они такие пытки экзекуции придумывают Что это просто, я не знаю, это не Белоруссия Это не Великая Отечественная война фашистов пытки Это вообще непонятно Я видел отношения, в свою очередь Как наши ребята относятся Даже если попадают люди из таких звериных клоак Как батальон Днепр, батальон Донбасс Батальон Азов Ребята все равно стараются Обращаться с людьми Обращаться с военнопленными, как с людьми То есть я видел, как оказывают первую медицинскую помощь Я видел, как их кормят Я видел, как к ним относятся Им всем дают позвонить к родителям В свою очередь, с той стороны мы видим Именно звериное отношение, не человеческое Людей пытают Людям выжигают на теле надписи Сепара Сепар Фашистские кресты на ягодицах Фашистские кресты на ягодицах Выжигают И это, конечно, за это все Я считаю, должны быть наказаны Как командиры батальонов, так и военнослужащие Тех незаконных Отметить хочу, что это незаконные вооруженные формирования И по украинскому законодательству Они тоже не имеют статуса То есть нет У нас У них нет законодательной базы Для того, чтобы создавать подобные структуры Которые финансируются олигархами Для того, чтобы их использовать как каратели против своего народа Спасибо большое Вы прокомментируете, пожалуйста, мероприятия, которые сейчас будут проходить Мероприятия Здесь находятся освобожденные из плена наши братья И мы привезли им гуманитарную помощь Ну, чтобы было одеться там, покушать То есть самые там первичные потребности удовлетворить А откуда эта гуманитарная помощь? Это гуманитарная помощь, собранная гражданским обществом России И переданная в рамках гуманитарного батальона Новороссии Через Ростов Спасибо 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 Спасибо